В Оренбурге половина седьмого. Коротко об основных событиях вторника в материалах корреспондентов телеканала «Регион». Добрый вечер. И в начале. Тысячи жителей Оренбурга почтили память близких и родных. Сегодня православные отмечают Радоницу. Она традиционно празднуется через 9 дней после Пасхи. Все городские службы работали в усиленном режиме. Полицейские, врачи, коммунальщики, перевозчики. У всех был тяжелый день. Как он прошел, узнает Екатерина Булкова. Погода все-таки внесла свои коррективы. В этом году не стали рисковать. Единственную дорогу к кладбищенскому комплексу «Степное» перекрыли для проезда на личных автомобилях. Добраться сюда можно было только на пассажирских автобусах, которые курсируют здесь буквально через каждую минуту. На подступах к главному Оренбургскому кладбищу многолюдно. По самым скромным подсчетам, проведать своих усопших сегодня приедут почти 130 тысяч человек. Избежать пробок помогают не только полицейские, но и волонтеры. Они объяснят, на каком маршруте лучше добраться. Нам очень нравится, потому что и там организовали подъезд на новые кладбища. Выше. Очень хорошо. Но все равно к могилам близких пробирались сами. Говорят, что радоница для мертвых все равно, что Пасха для живых. Они стоят у врат, и когда кто-то приходит, их выпускают, и они всегда ждут, что к ним придут. Поэтому для них она радовница. Для нас это как поминальный день. Людмила Бахтина традиции родительского дня соблюдает неукоснительно. Здесь у нее покоятся свекровь и муж, который жизни ушел в 31 год. Врачебная ошибка. Все его знали как хорошим сыном, хорошим мужем, хорошим отцом, добытчиком. 14 лет уже как умерла. 22 года было. 2003 год кардинально изменил жизнь Галины Букреевой. Тогда не стала ее любимой, единственной дочерью Оксаны. Теперь за ее последним приютом ухаживает довольно-таки часто. И обязательно будет много цветов. Традиции. Радоница призывает не плакать об умерших. Верующие должны радоваться их переходу в другую, вечную жизнь. Но все-таки эмоции при воспоминаниях об усопших сдержать не в силах. Она бегает каждую неделю. Каждый месяц, что ли? Да. Каждый месяц. Как же. Украсить могилы, прибраться на погосте сегодня постарается каждый. Кладбищенские власти заранее приготовили контейнеры для мусора. Конечно, встречаемся с нюансами, что люди обращаются, там мусор сложен не в том месте. Мы ко всем просьбам отзываемся, приходим, помогаем. Жаловались только на здоровье. К дежурившим на кладбище медикам обратилось несколько человек. На данный момент у меня находится больная в машине, я ей оказываю первую помощь. А что случилось? Давление. Дежурили не только врачи, полицейские, пожарные, но даже архивисты. Я знаю, стекло 3, а где? Найти захоронение помогали не только с помощью бумажных носителей, но и электронных. Притом востребованность данной услуги оказалась немалая. Практически все находятся, там может быть 2-3 случаи. Это в основном 90-е годы. С 90-х по 94-й год там где-то какие-то данные, может быть, несохраненные. В основном все находятся. Как всегда, возле кладбищенских ворот развернули коробки и палатки торговцы. От обилия и разнообразия цветов рябило в глазах. Торговля шла бойко, несмотря на то, что многим горожанам цены ужасно как не нравились. На старых кладбищах 25, а тут 35-40, вообще по одному приходится. Очень дорого. Такой дешевле можно подешевле продавать. Я считаю, если ты идешь к своим близким, родным, ну зачем же кому-нибудь. Пластмассовые и матерчатые цветы на Урау ходили вместе с живыми. Для многих такой выбор принципиальный. Живая душа. Мы идем к своим живым. Мы идем к молодым парням, как вы думаете. Мы пойдем разве с искусственными цветами. Сегодня к каждой могиле кто-нибудь придет. Те, кто был занят работой, смогут посетить кладбище в любой удобный день. Для того, чтобы почтить память близких и навести порядок на могилах, повод не нужен. Екатерина Волкова, Владимир Семенов. Наше время. В усиленном режиме сегодня работал общественный транспорт Оренбурга. На перевозку людей на кладбище города было задействовано порядка 150 автобусов. Однако этого количества, как оказалось, было мало. На улице Чкалова рядом с газовиком образовалась гигантская очередь из желающих уехать на кладбище в Степном. Вереница людей растянулась на 200 метров. Жители были недовольны отсутствием больших автобусов и интервалом движения. По мнению людей, прежде таких ситуаций не возникало. В этом году очень мало автобусов, во-первых. В прошлом году мы всегда подходим, автобус один за другим. Сейчас автобусов вообще нет. Не устраивает то, что нет автобусов и народу много. Стоим уже 30 минут на одном месте. Автобусов нет вообще. А если подъезжают базики маленькие, туда там 20-30 человек сели и все. Непростая ситуация с транспортом образовалась и на загородном шоссе. Как госавтоинспекторы и чиновники пытались разрулить движение по дороге на кладбищенский комплекс в Степном, смотрите в 20.00. Похищения не было. Молодая женщина, которую накануне днем силой затолкали в машину и увезли, была знакома со своими неприятелями. Об этом нам сегодня рассказали в Следственном комитете. 29-летняя жительница города Оренбурга вместе со своими знакомыми мужчинами, одному из которых 35, а второму 37 лет, на автомобиле Приора подъехала к торговому центру «Дружба». Мужчины дали своей знакомой деньги и отправили ее в магазин за покупками. Спустя продолжительное время женщина не вернулась, ее сотовый телефон был отключен. Это обстоятельство вызвало негодование у мужчин, и они отправились на поиски своей знакомой. Напомню, 24 апреля жительница Оренбурга стала свидетелем того, как мужчины заталкивают молодую женщину в машину и увозят. Об увиденном она сообщила в полицию. В интернете тут же появилась информация о похищении. Оказалось, что это просто бытовой конфликт, и псевдопохитители и их жертву полицейские обнаружили на одной из квартир в довольно дружественной обстановке. В Оренбурге посетитель кафе избил певца. Инцидент случился в одном из пятийных заведений на проспекте Парковом. Как сообщает полиция, 45-летний мужчина нанес пять ударов кулаком в лицо 19-летнего молодого человека, который выступал в этом пабе. Вокалиста с переломом носа и множеством гематом госпитализировали. Позже в отделе полиции дебошир пояснил, что избил артиста, потому что ему не понравилось, как он поет. Теперь оренбуржцу грозит наказание вплоть до одного года тюрьмы. Оренбуржец Роберт Мшивабадзе стал чемпионом Европы под дзюдо. Соревнования проходили в Польше. Наш спортсмен блестяще провел пять поединков и поднялся на верхнюю ступень педестала. Для Оренбургской школы дзюдо это первая золотая медаль чемпионата Европы. Триумфатора сегодня утром встречали в аэропорту. Юрий Мишенин подробнее. Утренний рейс из Москвы. Самолет совершил посадку в Оренбурге. Чемпион Европы под дзюдо Роберт Мшвидабадзе сходит по трапу и сразу в объятия тренера. Цветы, поздравления. Главный вопрос. Где медаль? Вот она долгожданная золотая. Первая для Оренбургской области. Первая она и у Роберта Мшвидабадзе. У него уже есть три серебряных медали, но все они с молодежных перенств. К этой же победе шел долго и упорно. На чемпионате Европы в Варшаве наш спортсмен блестяще провел пять поединков. В финале победил болгарина Герчева. Это все. Роберт Мшвидабадзе из России. Все спорты хорошо отборются. Тяжело это было за выход в финал и финал. Все, слава богу, хорошо прошло. Роберт доказал всем, он самый лучший в своем весе в Европе. Хотя конкуренция была серьезной и среди иностранных спортсменов, и особенно среди российских дзюдоистов. Ведь весовой категории 60 килограммов даже попасть в сборную страны и принять участие в чемпионате Европы не так-то просто. Год назад прошла Олимпиада, и в этом весе в сборной команде России есть Мудранов, который стал олимпийским чемпионом на последней Олимпиаде. То есть Роберт был вторым человеком в этой сборной, который его страховал. И второй номер был. В тени несколько лет он находился. Сейчас дали ему возможность, и, в общем-то, понятно, что он доказал, что он не хуже олимпийского чемпиона, и у него есть все для того, чтобы выигрывать и дальше. Теперь в Оренбургской области есть золотая медаль европейского чемпионата по дзюдо. А почему бы не замахнуться и на большее? Ведь начался олимпийский цикл, а у нас прекрасные спортсмены сразу в нескольких видах спорта. Честно говоря, боюсь в глазах, но очень бы хотелось, чтобы наши ребята в дальнейшем прогрессировали. И все-таки на олимпийских играх пританистов и лягушцев было гораздо больше, чем в том, что все-таки 2-3 человека очень бы хотелось, чтобы туда вкладывали. Юрий Мишинин. Наше время. И на этот час пока все. Итоги дня подведем в 20.00. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин